Когда мы учимся в школах, у нас, как правило, не принято обсуждать высшие учебные заведения за границей. Преподаватели нам почему-то рассказывают только про вузы столицы или Санкт-Петербурга, ну и про ближайшие учебные заведения в соседних городах. Сегодня говорим о десятке самых влиятельных университетов мира, куда многие мечтают поступить и, естественно, окончить. Конечно, если мы будем смотреть на различные мировые рейтинги, то американские университеты продолжают лидировать в списке лучших. Все эти рейтинги формируются за счет издательств, ну и, конечно, на основе мнений множества ученых и исследователей. А начнем мы с одного из самых престижных университетов Европы. На десятой строчке швейцарская высшая техническая школа Цюриха, она же ETH Цюрих. Если у некоторых из вас возникло сомнение касательно слова «школа», то здесь сделаю маленькое замечание. Просьба не путать школу, в которой учатся школьники, с высшей школой, которая является университетом. Так, например, университетами являются Российская высшая школа экономики или Британская лондонская школа экономики. Итак, Федеральный политех Цюриха считается не только самым престижным политехническим университетом Швейцарии, но и одним из самых важных исследовательских центров в мире. Основанный в 1855 году, он обучает студентов в области науки и техники, занимается исследованиями, предлагает мастер-классы для специалистов и предоставляет услуги технического и научного характера. Благодаря своей высококвалифицированной деятельности в уже упомянутых областях, политехнический институт приобрел мировую известность. В ВУЗе есть факультет архитектурных и строительных наук, инженерных наук, естественных наук и математики, системно-ориентированных наук, менеджмента и социальных наук. С самого начала университет стремился к сотрудничеству с лучшими преподавателями и учеными со всего мира. С университетом связаны именно множество мировых ученых и нобелевских лауреатов. Среди них химик Питер Демье, физики Альберт Эйнштейн и Вольфганг Паули, а также химик Курт Вютрих и Ричард Хек. Не нужно забывать и о том, что Швейцария считается одной из самых технологичных стран в мире. Она неоднократно признается лучшей страной в мире для жизни. Сюда стремятся попасть многие технологичные компании, а сотрудничество со швейцарским политехом для них не последнее дело. Если вам интересна учеба в Швейцарии, смотрите также на нашем канале Смапс Эдюкейшн ролики из швейцарских школ и университетов. Ну а мы переходим к Америке. Принстонский университет на девятой строчке. Расположен в Принстоне, штат Нью-Джерси, является одним из крупнейших университетов Лиги Плюща. Он также является четвертым старейшим высшим учебным заведением в Америке после Гарвардского университета колледжа Уильяма и Мэри и Ельского университета. Среди выдающихся современных бывших студентов лауреат Нобелевской премии физик Ричард Фейнман, генеральный директор и основатель Амазон Джефф Безос, генеральный директор и президент Форбс Стив Форбс, первая леди США Мишель Обама и кинорежиссер Коэн Итон. На восьмой строчке Чикагский университет, штат Иллинойс. Это частный университет, расположенный в районе Гайдпарка, города Чикаго в Соединенных Штатах Америки. Если вы не знали, Гайдпарк также есть и в Лондоне. Основанный этот вуз был в 1890 году Джоном Рокфеллером. На сегодняшний день он признан одним из ведущих мировых исследовательских центров. Постоянно входит в десятку самых престижных университетов мира в крупнейших изданиях высшего образования. Чикагский университет славится академической строгостью, яркой интеллектуальной атмосферой и своей приверженностью свободным и междисциплинарным исследованиям. Под руководством таких деятелей, как Милтон Фридман, экономисты университета Чикаго оказали глубокое влияние на юриспруденцию и политологию, а также на экономику и смежные области. Кроме того, институт может похвастаться крупнейшей американской университетской прессой и, конечно же, невероятным количеством нобелевских лауреатов. Их здесь 89. Среди выпускников вуза общественный деятель Саул Алинский, политический консультант Барака Обамы Дэвид Аксерольд, премьер-министр Канады Уильям Лайн Маккензи Кинг и многие другие. Кстати, Барак Обама, он здесь преподавал. На нашем канале вы также найдете видеообзор про университет Чикаго прямо из Америки. Смотрите видео по ссылочке в описании к данному ролику. Номер 7. Ельский университет. Это частный университет, расположенный в Нью-Хевене, штат Коннектикут. Это третье старейшее высшее учебное заведение в Соединенных Штатах и один из девяти колониальных колледжей, созданных до 1776 года. Изначально школа была ограничена теологией и священными языками, а затем, к моменту американской революции, были включены гуманитарные и точные науки. Вуз был основан в 1701 году под названием Collegiate School, а затем переименован в Yale College, чтобы почтить большое пожертвование учебное заведение Элайгу Йеля. А он, на минуточку, был губернатором английской Ост-Индской компании. Стоит отметить Ельскую школу драмы, театральный факультет, который сформировал множество бродвейских и голливудских актеров и комедиографов, а также факультеты искусства, теологии, экологии, музыки, медицины, менеджмента и архитектуры, которые часто называют одними из самых важных в отрасли. Из Yale выпустились такие выдающиеся ученые, как Поль Деман, Джеффри, Харман, а также известные всем актрисы Мэрил Стрип, Сигарни Уивер и Джоди Фостер. Номер 6. Стэнфордский университет. Частный университет Соединенных Штатов Америки, расположенный в Калифорнии. Стэнфордский университет открыл свои двери в 1891 году, после шести лет проектирования. По воле благодетелей Джейн и Лиланд Стэнфорд. Они решили основать университет для обучения мальчиков Калифорнии в память о своем сыне, который умер от Тифа во Флоренции. В университете Стэнфорда также располагается национальная ускорительная лаборатория SLAC, занимающаяся изучением элементарных частиц. Среди учеников университета соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, соучредители Яха Дэвид Фило и Джерри Янг, соучредители Хьюлетт Паккерт, Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккерт, соучредители Инстаграм Майк Кригер и Кевин Систром. Среди других выдающихся выпускников первая американская женщина-космонавт Салли Райт, первая женщина-командир космического шаттла Эйлин Коллинз и знаменитый геолог Томас Дибли. Ну и если вы хотели бы оказаться в этом списке, поставьте этому видео лайк. Ну и конечно не забываем смотреть описание, ведь там будет ссылочка на наш обзор про университет Стэнфорда. Но мы переходим к следующей строчке. Под номером 5 университет Беркли, Калифорния, старейший и главный из 10 калифорнийских университетов. Основан в 1868 году. Кампус находится в Беркли, на холмах Окленда, на берегу залива Сан-Франциско. Журнал US News and World Report оценил Беркли как лучший государственный университет в мире. Беркли ассоциируется с невероятным количеством нобелевских лауреатов. Их немножко меньше, чем в университете Чикаго, но все же их здесь 72. Среди известных выпускников соучредитель Apple Стив Возняк, соучредитель Intel Гордон Мур, соучредитель MySpace Том Андерсон, Шантану Нарайен, президент корпорации Adobe, Эрик Шмидт, один из представителей совета директоров Google, изобретатель компьютерной мышки Дуглас Энгельбарт. Если вы подустали слушать про американские вузы, отправляемся в Великобританию. Четвертое место и Кембриджский университет является наряду с Оксфордом, их, кстати, вместе нередко называют Оксбриджем, одним из самых престижных британских университетов. Университет Кембриджа также располагает огромным количеством библиотек, которых здесь более 100, а Центральная университетская библиотека насчитывает 8 миллионов томов. Кембридж также считается лучшим университетом мира в научных дисциплинах, особенно в области физики, химии и биологии. Кембриджский университет – второе старейшее учебное заведение в англоязычном мире, после Оксфорда. Ну и, кстати, по некоторым версиям считается, что Кембридж основали биглицы из Оксфорда. Кембридж издавна пользовался репутацией новаторского учебного заведения, благодаря чрезвычайно влиятельным историческим выпускникам, таким как Фрэнсис Бэкон, Исак Ньютон, Генри Кавендиш и Чарльз Дарвин. Но вы молодцы, что досмотрели до этого момента, потому что мы переходим к тройке лидеров. На пьедестале под номером 3 обосновался Оксфордский университет, один из старейших университетов планеты. На его базе имеется не только университет, но и самый крупный научно-исследовательский центр. Здесь более сотни библиотек и музеев, самая большая библиотека страны, собственное издательство и более 300 студенческих сообществ по интересам. Основан он около тысячи лет назад, хотя точная дата неизвестна. Вуз уже выпустил 27 премьер-министров Великобритании, 29 нобелевских лауреатов, а также многих мировых глав государств, а его студенты завоевали 160 олимпийских медалей. Среди громких имен выпускников Оксфорда, такие как нынешний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, Марго Тэтчер, бывший президент США Билл Клинтон, известный физик Стивен Хокинг, изобретатель интернета Тим Бернерс Ли, астроном Эдвин Хаббл и писатели Олдес Хаксли, Теодор Гейзел и Толкин. Другие области обучения университета включают математику, литературу, философию и экономику. Ну и конечно Оксфорд предлагает стипендии. В описании к данному видео ставлю ссылочку на подробный обзор из университета Оксфорда, где вы также посетите комнаты, где снимали Гарри Поттера. Серебряная медаль у университета MIT, он же Массачусетский технологический институт. С момента своего открытия в 1865 году этот университет стал синонимом достижений в области инженерных и физических наук. Совсем недавно университет стал также центром экономики, менеджмента, биологии и лингвистики. Затем свои двери открыли и факультет философии, и даже музыки. Список выпускников Массачусетского технологического института включает астонавта База Олдрина, бывшего генерального секретаря ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннена, премьер-министра Израиля Бениамина Натаньяху и отмеченного наградами очень влиятельного архитектора И.М.Б.А. Отдел компьютерных наук Массачусетского технологического института принимал активное участие в таких областях, как робототехника, кибернетика, искусственный интеллект, машинное обучение, компьютерные языки и криптография. В 2013 году Массачусетский технологический институт возглавил ежегодный рейтинг QS World University Ranking, как университет номер один в мире. Ну и наконец, номер один. Гарвардский университет. Частный университет США, расположенный в Кембридже, нет, не Англии, а США, штат Массачусетс и также в соседнем городе Бостон. Он был основан в 1636 году Джоном Гарвардом и является частью Лики Плюща. Гарвард является старейшим учебным заведением Америки и первой в стране зарегистрированной корпорацией. Гарвард славится большим количеством влиятельных выпускников. Среди тех, кто подписал декларацию независимости, 8 выпускников данного учебного учреждения. Говорят даже, что 8 – магическое число университета, потому что столько же выпускников впоследствии стали президентами США. Субтитры создавал DimaTorzok